Субтитры сделал DimaTorzok Штурмовик ночи, прошу прощения Вот, почему этот персонаж для меня сейчас является немножко ключевым Потому что я поменял план развития своего аккаунта То есть я все так же выхожу на лею Тут осталось шиш да не шиша Штурмовику разведчице дать еще три релика И, соответственно, принцессу Нинсу долбить по осколкам И дать, соответственно, седьмой релик Насколько это будет проблематично, да я бы не сказал Релики выдаются достаточно таки легко По крайней мере те, что повыше Вот внизушки, там да, есть проблемы Какой план действий был поменят? То есть я убрал из избранного практически все Оставил только Гунганов, потому что надо Эмбо, потому что распоряжение от начальства И, соответственно, закинул абсолютно новые требования Я думаю, что человек, который следит за всем этим мероприятием Уже в курсе, что это требования идут на новую легенду Она же легенда Асцока И требования пока что выглядят вполне себе неплохие То есть шпильки, да, девятый уровень Это просто и так, и так хотелось бы, да То есть, ну не совсем чтобы девятый Но седьмой для датакронов Все остальное было бы неплохо Там даже пятый, наверное, нужен Ну, не суть В общем, девятый уровень ей дать Это не обломаюсь Генералу Скайуокеру тут вообще один уровень Только дать Ассаш Вентерс Тут дать, по-моему, ну четыре Но тоже такие плевые Тем более Ассаш Вентерс Это Сестра Ночи Усилит пак сестер Который я сейчас как раз-таки немного и качаю Ну, а Штурмовик Ночи В любом случае, это только первый из донатных персонажей Я думаю, что еще штучки две, а то и три То есть по одному в каждом этом они все-таки будут Ну, раз уж мы затронули тему доната То давай я тебе отвечу сразу на этот вопрос Довольно часто пишут и комментарии И в телегу, где, как задонатить Товарищ Вишневый Это проверенный уже продаван Не первый раз я про него рассказываю И многие мои знакомые уже к нему обращались Там все ровно, гарантированно, безопасно У него довольно приятные цены То есть это не особо сильно отличается от того Что есть на данный момент в игре Также, соответственно, здесь есть практически все, что необходимо Пожалуйста, комплекты гипердрайва, завоевания и так далее При этом, если есть распродажи в игре Они точно так же присутствуют и у него За всеми подобными акциями ты можешь проследить его телеграм-канале Здесь есть и акции, и различные инструкции Как что сделать в плане привязки, покупки и так далее Соответственно, ссылку я тебе закреплю в описании, в комментарии И заодно можешь отсканировать QR-код, который сейчас появился Где-то там крутится ровно подо мной Поэтому, если хочешь задонатить в ГОХ и сделать это безопасно То ты знаешь, к кому обращаться Ну, а мы продолжаем Плюсом, вполне вероятно, что по требованиям я достаточно-таки неплохо подойду У меня большое количество уже готовых персов Которые надо будет только подтянуть по чуть-чуть То есть я сомневаюсь, что здесь будет кто-то прям такой Вах-вах-вах-вах-вах-вах Которого мне будет тянуть очень долго Ну, за исключением, естественно, донатных персонажей Еще будет неплохо, если они еще подтянут немного сестер Чтобы пак получился прям, вух, фееричный Но это, конечно, вопрос Опять же, там, скорее всего, будет какой-нибудь траун-не траун Кто-нибудь из Империи еще будет То есть вполне вероятно, что они как раз-таки попадут в требования То есть у меня, опять же, эти персонажи есть И они в хорошей прокачке Поэтому, вот Поэтому, поэтому Будем идти в Асоку после Леи И прав был тот человек, который написал Комментарий, что ЛВ я не получу никогда Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Ну да Хорошо Пойдем посмотрим На события Это у нас обычный шатер И как они взяли новую моду То есть бьем первую категорию Получаем награды Вторую категорию с тремя звездами А далее уже надо будет немножко докупиться Чтобы на старте еще немного пофармить Окей, докупимся Нам дают пак Под темным гидеоном Здесь же и гидеон И тут штурмовик смерти И штурмовик разведчица Давай посмотрим, как это будет играть на практике Потому что Сестры ночи, по-моему, есть У данного персонажа метка Но к Сестрам ночи он постольку поскольку относится Анимации я уже все смотрел Они все кривые И мне это очень нравится То есть он реально прям как Мертвичина себя ведет И это просто прикольно Так, ну давай от кого-нибудь еще тут избавимся Но опять же для мертвичины Он весьма неплохо попадает На секундочку Лучше, чем живые Етрическая сила На На Хорошо Победоносная победа 55 осколков Это у нас сразу 3 звезды, по-моему, да? Блин, ну до 4 придется докупать Но На самом деле я как раз на это и рассчитывал Что придется докупать Немного Так, давай открываем персонажа Сразу, естественно, даем ему 85 уровень И открываем ему все способности Практически Ну, открываем все, но на максимум прокачиваем не все Так, вот тебе 3 звезда Пожалуйста И, соответственно, уровня еще мы дадим Да, спасибо И давай так Раз Потом мы способности почитаем Я думаю, что сейчас еще имеет смысл зайти в магазин Возможно, там дают 5-10 осколков по халяве Вполне вероятно, такое очень часто У них бывает при выходе нового персонажа в шатрах Так, это у нас что? Омега? Омегу я дам Омегу я дам Омегу мне не жалко Омекрон пока на данном этапе жалко Он для великой арены, но, во-первых, у меня его нет А у меня еще Маликас где-то там стоит совсем без омекронов Ну, и я не вижу прям совсем нужды давать здесь и сейчас ему Омег Дзету Да, даже Дзету не буду давать Пошел он нафиг Не заслужил Просто не заработал пока Да, ну что ж, где там открывается-то Так, и еще одну Еще одну способность Все, отлично Дальше качать пока не буду Так, это тоже я забираю Боеготовность на два хода Хорошо, спасибо Блин, ну моделька мне нравится на самом деле Хотя, конечно, полигончиков маловато Разрешение у модельки тоже достаточно низкое То есть можно было, конечно, это и покачественнее сделать Но в целом, в целом норм Спасибо и на этом, да, как говорится Так, это мы тоже берем, прокачиваем И это тоже очень хочется Соответственно, это тоже идет сюда Модули пока никакие тыкать не буду Пока не вижу от них смысла Отнимаю эту вражескую цель 100% шкалы хода И омега здесь же тоже есть Хорошо Сестры ночи, осколки имперзии Агрессор, темная сторона Теперь давай я быстренько завалюсь тогда в Магазин по Гоху Сейчас посмотрю, есть ли там осколки И сразу тогда тебе об этом расскажу Если ты вдруг не в курсе Так, добро пожаловать в этот магазин Войти, спасибо И сразу смотрим, что у нас есть Наборы за кристаллы, это я вижу Это мне не очень интересно Загадочный сундук июля Окей Так, а что, не дают осколочки персонажа? Вообще ни одного Да ладно, да вы что такие Ой, бляха Не, ну жлобы, конечно Жлобы, жлобы Раньше давали А сейчас нет, типа, пошел ты нафиг Ну ладно, сволочи, я вам припомню Я вам припомню В любом случае, у нас сейчас есть на 3 звезды Возможно, там еще какие-то осколочки будут Для того, чтобы хоть как-то подкрасться к 4 звездам Потому что полностью с 3 до 4 звезд перегонять За паки Но это будет дороговато Я планировал купить, ну, 3 Да, ну, может максимум 4 пака Ну, не больше Нафиг надо больше-то Вообще не хочется покупать Ну ладно, уж контент попрем Как бешено Ой, спасибо Хероты какой-то накидали Бесполезный Так, хорошо, не дают Не дают осколков Ну и пошли вы тогда нафиг Давай, следующее событие Это же событие, точнее, следующая категория Возможно А, ну вот, еще с десяточек дадут То есть, хорошо Останется только 15 осколков нарыть Ну, 15 осколков, я думаю, мы все равно прикупим Там не так страшно, чтобы было Фениксы Ой, Рекс Давай с Рекса начнем Он мне прям не нравится Да, спасибо А если я вот так сделаю Ага, минус А если я еще вот так сделаю Это, типа, они нам мягко намекают Кого будет Империя Ситха впихать, да? Ну, Фениксов с Рексов В принципе, это весьма-весьма неплохой вариант Потому что Фениксы с Рексом Это Это я как-то как отвлекся И уже кого-то у меня убили Здрасте А вы ничего не попутали Дядя? Хе-хе-хе Темного штурмовичка уже выстегнули Со словами Пошел ты нафиг, да? Ну ладно, не страшно Ой, да ну зачем? Этого делать не стоило, конечно Минус И давай тогда Разберемся быстренько с Зебом А, он же сейчас у нас еще и воскреснет немножко, да? Ну, мы его все равно добьем Хорошо Спасибо! Спасибо на добром слове Давай мне 10 осколков Благодарствую Значит, через сколько мы сможем повторить эту категорию? Через 11 часов Здесь нужна четвертая категория Окей Я тебя понял Четвертая категория Значит, ты Не четвертая категория А 4 звезды Мне надо осколочки Ну, давай, поехали Сколько у нас? Бляха, тут 5 осколков еще есть Не хочу 5 осколков Давай 7 7, хорошо Ой, сейчас еще раз выпадет 7 И мне придется третий пак покупать Ну, блинский городинский Нет, 5 Ну, все-таки игра развела меня на 3 пака Ну, и пошла ты нахер, конечно Сволота позорная Постыдная Вот Дальше я уже покупать не буду Потому что 30 Ну, как бы, извини меня Очень хотелось бы Но нет С другой стороны Мне Сейчас Сейчас Кристаллы не особо нужны Почему? Потому что Все корабли я уже вывел 7 звезд То есть попытки мне уже Кристаллы для попыток Они мне, по сути, не нужны Поэтому можно было бы еще прикупить Но зная свой уровень Везения Удачи И прочей хероты Это все абсолютно бессмысленно Поэтому я не буду этого делать Хотя один раз Мне выпало сорти На 7 звезд А, так это Там 7 на 7 звезд падало Это за 5000 Который был пак Но мне повезло Что это хотя бы Неповторный персонаж Который у меня уже есть Вот Поэтому Как ни крути А что-то хорошее Все-таки попадалось Но 330 осколков Конечно Хрен когда упадет Поэтому Не буду Перед завоеванием Тем более Тратить осколки Эти кристаллы Все В никуда Угу Хорошо На, держи Очень хотелось бы Конечно 330 осколков Получить на халяву Но где же их взять-то? Где же их взять-то? Я вообще даже не представляю Сколько надо паков открыть 0,1% То есть понимаешь Это даже не 1% Это 0,1% Ну это конечно Жесть Бляха Может еще один откроем? Мне нельзя играть В азартные игры Вот я поэтому и не играю Потому что Ну как бы я понимаю Умом Что ничего не получится Из этого И у меня сейчас Дико чешется рука Просто чтобы Еще разочек Хотя бы Да Этот пак приоткрыть Ну серьезно Вот прям вот Ладно Давай откроем еще разок Все равно Из этого ничего не получится Ну еще 5-7 осколков В любом случае Будет полезно получить Так Где ты Магазин Иди сюда Открываем Поехали 5 или 7 5 Ну хорошо Ладно 3000 почти кристаллов Осталось Это мне пригодится Для завоевания Потому что опять же Скоро стартует Завоевание И надо будет Что-то с этим решать Там надо будет Различных Ну кристаллы Да там Энку докупать Датакроны Крутить и так далее Тем более Что скоро У нас рассыпется Вот этот Датакрон С 10 числа Этот сезон У нас закончится Будем соответственно Сидеть на Датакроне Как единое целое На датиках Ну в принципе Неплохо пойдет Раз уж Понеслась Такая пьянка Да То возможно Стоит рассказать В целом Сделать некий отчет По аккаунту Хотя по сути Здесь говорить Даже особо не о чем Да То есть я дал Немножко реликов Легендам И пока опять вернулся К Выходу На соответственно Легенду Лею При этом я забил Пока болта На Кестиса Забил пока болта На Кто ты 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 На Мандалорку Бокатан Вот у меня осталось Остались только Гунганы И новая цель Это соответственно Асока Но опять же параллельно Я еще буду собирать персонажей Почему Потому что у меня В любом случае Остается Избытки По Энке То есть у меня сейчас Контина целиком И полностью уходит На штурмовика Разведчицу Далее пойдет Вот на этих Еще трех дополнительных Персонажей И соответственно На принцессу Нису Контина Еще мне нужна Будет А слушай Нет у меня персонажей Здесь Мне нужна будет Обычная Энка Это соответственно Босс Нас Здесь обычная Энка Нужна будет Это соответственно Эмбо Обычная Энка Ну его мы быстро Добьем Это соответственно Гунганский Бомбардир И Еще один Гунган Он по моему На Энку Флота Да Здесь у нас Энка Флота Тянется Поэтому Так и так Энка Лишняя Будет Поэтому Покачаю Еще что Нибудь Для Кестиса Что Нибудь Для Темной Мандалорки И так Далее Вот То есть Моя задача Все таки Собрать Всех персонажей Которые Должны Быть В игре Лютен Раэль Единственное Что Лютен Раэль Перенесется На Следующее Завоевание Но и В рот Ему Ноги Вот Принцесса Лея Я ее Не считаю Лея Органа Как бы Считаю Есть Лорд Вейдер Ну Лорд Вейдер Будет ждать Он будет ждать Потому что На самом деле По требованиям На него Выполнять Мне еще Очень долго У меня Нет 7 звезд Охотника Нет Теха Нет Крушилы Тоскетский Рейдер А ну Тоскетский Рейдер Разве что Здравствуйте Падми Амедала Тоже Есть Эмбо Считай Будет Эхо 501 Но только По релику Эхо Бракованная Партия Даже не В 7 звездах Граф Дуку По реликам Зам Ну Хотя бы В 7 звездах Уже Радует Звездный Как и вообще Вся моя Жизнь Таркин По реликам Немножко Эркштурмовик Опять же Релики Скайуокер Выполнится Учитывая Выход В новую Асоку И Нудганрай Тоже По реликам То есть У меня Получается Так Сколько Персонажей Нет Раз Два Три Четыре Пять А ну Вот Получается Чисто Браковки Не хватает Вот если Браковку Опять же Задолбить Где она У меня Бракована Партия То есть Здесь только У меня Омега Остальные Видишь Их надо Собирать Хотя С другой Страны Не так Уж Там Много Но я Думаю Что все Таки Асоку Будем Брать Первую Асоку Ну По крайней Мере Первый Пак Требований Он В принципе Норм Да То есть Если Выкинуть Штурмовика Ночи То В принципе Норм Но Опять же Штурмовик Ночи Будет Доступен По моему За это время У меня Как раз Хватит Времени За этот Период У меня Хватит Как раз Времени Подтянуть Остальных Ребят По реликам Хотя бы Закрыть Первые Три Требования Там Уже Штурмовик Ночи Он Подождет Там Скорее Всего Откроются Вторые Требования Третьи Четвертые И так Далее То есть Донатных Персонажей Мне кажется Что будет Все таки Четыре Как это Было С Леей Органой То есть Видишь Здесь Каждом А Здесь Три Блока Требований А Ну Опять же Здесь По Пять Здесь По Пять Итого Это Получается У нас Шестнадцать Требований А здесь Получается У нас Семнадцать Требований То есть Восемьдесят Пятый Уровень Соответственно Шестнадцать То есть На одного Персонажа Больше Здравствуйте А вы Ничего Не перепутали Товарищи Охренели Я только Сейчас Заметил Но Да Ладно То есть В любом Случае Смотри Здесь У нас Кто Капитан Рекс Новый Был Персонаж Новый Принцесса Ниса Новый Штурмовик Разведчица Новый Персонаж И Капитан Драган Новый Персонаж То есть Вот Почему Скорее Всего У них Теперь Четыре Блока Потому Что В каждом Из Блоки Будет По Одному Новому Донат Персонаж Что Соответственно Остальные Требования Тоже Надо Будет Подбивать Вот И Надеюсь Что Будет У нас Все В шоколадке Возьмем Осоку Я думаю Что Не затянется С получением Но Опять же Как Не затянется Да То есть Если Штурмовик Ночи Сейчас Представлен Через 2 Месяца Во фрифарме То есть Минимум 2 месяца Уже Добавляем Когда Следующий Донатный Персонаж Появится И Откроется Следующий Блок Еще Через 2 Он Добавится Во фрифарме То есть Это Уже Через 3 Месяца И так Далее То есть Вполне Вероятно Что Последний Персонаж Когда Он Будет Представлен И Появится Во фрифарме Увеличит Сроки Получения Новой Легенды До Полугода То есть Вполне Вероятно Что Такое Может Произойти Плохо Это Да В принципе Насрать Потому Что Есть Еще Другие Требования Которые Надо Будет Выполнить И Есть Опять Другие Задачи То есть У нас В любом Случа Есть Кого Качать Лею Я К тому Времени Уже Возьму Займусь Тогда Пока Одиночными Путешествиями Соответственно Возможно Добьют Уцеры Тарфула Согереру Их Тоже Надо Будет Формить Там Гунганов Куда Нибудь Дошлепаю И Соответственно Бокатон Мандалорку Потому что Этих персонажей Тоже Кстати Надо Собирать Они У меня Не Собраны Вот Поэтому Затянется И Хрен бы С ним Пусть 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 Тянут Вот На этом У меня Наверное Пока Все Дальнейшее Что Новый Рейд Я Наверное Запишу Все Таки Посмотрим Его Ну Хотя Разочек Взглянем Что Там Происходит Завоевание Я Записывать Ну Я Не знаю На самом Дель Наверное Буду Все Таки Завоевание Запишу Потому что Опять Великая Арена Закончится И Появится Свободное Время Под Завоевание Соответственно Завоевание Тоже Запишу Но Сразу Скажу Что На Седьмой Сундук Я Выходить Не Буду И Не Выйду Я Буду Выходить На Шестой И Дальше Формить Датики Но Опять Я Просто Не Знаю Куда Их Дальше Формить То есть У меня Есть Все Необходимые Датакроны До Девятого Уровня Их Поднимать Ну Возможно Возможно Добью Вот эти Пять Которые У меня Пока Нулевого Уровня Там Посмотрим Может Просто Буду Заниматься Реролингом Чтобы Датики Были Поинтереснее В плане Других Характеристик Вот Наверное На этом У нас Все Великая Арена Получается А это Видео Выйдет Тогда Давай Так Это Видео Выйдет Наверное Не знаю Когда Оно Выйдет Субботу Воскресенье Понедельник Второй Не знаю Короче Как выйдет Так и выйдет В любом Случае План По прокачке Тебе Ясен План По развитию Тоже Тебе Ясен И очевиден Ну и Соответственно Планы По выходу Графику Выхода Видео Тоже Плюс Минус Уже Есть На этом У нас Все А Стой Как это Все Нихера Себе А мы Персонаж Вообще Не посмотрели Здрасте Штурмовик Ночи Это у нас Темная сторона Агрессор Осколки Империи И Соответственно Сестра Ночи Первая Его базовая Основная Способность Неуклюжий Выстрел Ну По сути Это у любого Штурмовика Наносит Физический урон Вражеской цели И накладывает На штурмовика Ночи Заряд Порчи До конца Схватки Этот эффект Нельзя скопировать Или снять И против него Не действует Сопротивление Если эта атака Наносит Критический удар Накладывает Невосприимчивость К лечению На один ход Если в начале Этой атаки На штурмовике Ночи Была порча Накладывает На вражескую цель Понижение Скорости На один ход Сопротивление Против этого эффекта Не действует И отнимает 10% Шкалы хода Что такое порча Минус 100% Краши здоровья Вот это конечно Не айс Этот персонаж Получает дополнительный Чистый урон Каждый раз Когда враг Отнимает У него Шкалу хода От этого урона Нельзя увернуться И он не может Убить персонажа Когда этот персонаж Полностью восстанавливает Здоровье Снимает все Заряды Порчи Ну конечно Порчи это да Далее Первая особая Матч Бессмертных Наносит Физический урон Всем врагам И делает штурмовик И дает штурмовику Ночи Боя готовность На 2 хода Этот эффект Нельзя скопировать Но его судя по всему Можно снять На врага С наименьшей Шкалой хода Накладывается оглушение И слабость На 1 ход А все другие Враги теряют 5% Шкалы хода То есть Получается Это же Будет убивать Нашего первого За счет Первой Да Этот персонаж Получает каждый раз Когда враг Отнимает А нет 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 Это когда у него Отнимает Все окей Призывает на помощь Другого выбранного Союзника Что такое Боеготовность Когда у союзника Меньше 100% Шкалы хода И он получает Прибавку К шкале хода Этот персонаж Получает 10% Шкалы хода Когда союзника Использует Особую способность Этот персонаж Приходит ему На помощь Окей Пока не ясно Вторая Разделимые страдания Подожди А тут же было еще что-то Марш бессмертных На врага с нами А нет Все есть Окей Разделимые страдания Да Разделимые страдания Вторая особая Наносит физический урон Вражеской цели И накладывает на нее Заряд порчи За каждый заряд Этого эффекта На штурмовике Ночи Но не более 10 Этот эффект Нельзя скопировать Или снять И против него Не действует сопротивление Затем отнимает У вражеской цели 100% Шкалы хода На всех врагов Накладывается Понижение шанса На критический удар На 2 хода То есть смотри Получается Что такое порча Это у нас Соответственно Минус 100% Кража здоровья И дополнительный Чистый урон Когда враг Отнимает у него Шкалу хода То есть понимаешь Это получается Он накидывает Ну стакает на себе Допустим 10 зарядов порчи Соответственно Тут же 100% Шкалы хода Отнимает у врага И наносит ему Чистый урон Плюсом там еще Темный гидеон Наносит Срезает шкалу хода И так далее То есть в принципе Если пораскидывать По чуть-чуть порчу По всем То гидеон Просто массовкой Нанесет чистый урон По всем врагам С помощью Срезания шаха Но это прикольно Контроль Мне кажется Что будет Необходим Вот Но с другой стороны Это на самом деле Классно Так И уникалка Неизбежный конец Штурмовик ночи Получает Плюс 35 К эффективности Плюс 35% К эффективности Каждый раз Когда штурмовики ночи Наносят урон Он получает 10% К атаке И 5% Скорости Суммируется До 100 На один ход Или пока не получит Критический удар Ну Блин Было бы лучше Если бы до конца битвы Каждый раз Когда враг Восстанавливает здоровье Штурмовик ночи Восстанавливает 100% здоровья Вот это уже интересно Особенно учитывая Что под порчей У него будет Минус 100% Кражи здоровья Враги не могут Восстановить здоровье За счет Кражи здоровья Когда выбирают Штурмовика ночи В качестве цели С одной стороны Это неплохо Но это наверное Будет актуально Для тех персонажей У которых Высокие показатели По краже здоровья Если там Показатели в принципе Нулевые То И срать В рот В начале Своего хода Штурмовик ночи Получает Плюс 10% Критическому урону И преодолению Обороны За каждый заряд порчи На один ход Когда штурмовик ночи Накапливает 5 зарядом порчи Он получает Буйство На два хода Буйство Это он будет Получать По моему Ой давай я тебе Точно скажу Я помню точно Что будет получать Бонусный ход Каждый раз Когда Союзник Использует Особую способность И Давай еще Посмотрим Сразу что Подожди Подожди А кто у нас там Буйство По моему Из изгоев Где-то Изгой Бестан Да Когда кто-либо Из союзников Использует Особую способность Боец Восстанавливает 100% А ну вот Получается только это Я думал там еще что-то будет Но нет Хорошо Окей Далее у нас Что На великой арене Амикрончик Соответственно Штурмовик ночи Получает Плюс 100% К максимальному Здоровью И 35 К скорости Штурмовик ночи Не восприимчив К уменьшению Шкалы хода Что Опять же Хорошо То есть Ему не будет Наноситься Чистый урон Если Союзник Вечейки лидера Из осколков Империи Накладывает На случайно Врага Заряд Порчи До конца Схватки В начале Каждого хода Союзника Из осколков Империи Вот о чем Я и говорил То есть С Амикроном Просто не надо Будет Вот этим Контролем Заниматься Чтобы раскидывать Порчу Она по сути Будет сама Раскидываться Главная задача Это накопить Заряды Порчи Как можно больше На штурмовике Чтобы можно было Опять же Делиться Через вторую Особую Когда на врага Таким образом Накладывается Порч Снижает Перезарядку Способности Разделимые Страдания На 1 Вот Видишь Это тоже Весьма неплохо И интересно То есть Омик Как бы да Можно будет За счет этого Омикрона Достаточно Быстро И раскидать Порчу По всем врагам И за счет Разделимые Страдания Опять же На них Настакать Эту порчу И уже За счет Срезки Шаха Наносить Чистый урон По толпе По врагам Это на самом деле Мощно Вот Как это будет На практике Конечно Большой вопрос Надо будет смотреть Да Да Вот теперь Уже все Вот теперь Потрындели И соответственно Пойдем Пойдем Мы Отдыхать Если интересно Еще по ЗВ Обязательно Подписывайся На YouTube Канал На Telegram Канал На Boosty Пиши лайк Ставь комментарий Большое спасибо Что посмотрел С тобой был Роман И да пребудет с нами Сила Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok